Ну и, тем не менее, видите второй метод нейролингвистическое программирование, который называется репрезентация. Таким образом можно репрезентировать в случае, если болит сустав, представляя там улыбку, если болит зуб, представляя там улыбку и так далее. Таким образом, можно сказать, что нейролингвистическое программирование в виде психотехник могут помогать фактически тем людям, у которых есть достаточно высокая концентрация, которые могут сконцентрироваться на какой-то своей идее и побочь своему физическому телу ну и третье это рефокусировка тоже нейролингвистическое программирование переключить внимание там где болит представляете будто вам приятно вы испытываете приятное чувство таким образом расфокусируйтесь а это уже шива тантра помните я говорил найдите чувство когда вам приятно смотрите перенесите это чувство где у вас болит и ощутите у меня был такой случай я ехал в черногорию у меня очень разболелась двенадцатиперстная кишка была язвенная болезнь когда-то и произошло обострение такое осенье и в самолете разболелась и не принимал никаких препаратов но все время использовал вот этот метод я представлял будто в том месте где у меня особенно сильно болит я там ощущаю особенно приятное чувство это очень быстро помогло но опять-таки это подходит только тем кто тренирует свою концентрацию тренирует свою наверное наверное намерение ну насколько это возможно занимается медитациями буддизм что в буддизме говорит о что буддизм говорит о целительстве отбросим сами идеи буддизма который говорит что причина создает следствие в виде заболеваний потому что я так не считаю потому что скорее всего одной причина причина одна не может быть